Девушки отдыхают Узнаем, как делают ректора Подскажем, как не замерзнуть зимой И устроим фестиваль скороговорок В интернете во все работает портал Чеб Мороз Он посвящен празднованию Нового Года в Чувашии И вы обязательно должны туда заглянуть Ведь Чеб Мороз это информация о новогодних елках, конкурсах, мастер-классах и выставках Там даже график резиденции Деда Мороза посмотреть можно Одно из самых необычных представлений этого года – теле-елки Спектакль готовят наши друзья-журналисты Они придумали переместить всех зрителей в телевизор И путешествовать вместе с ними по разным телеканалам В основе теле-елок – мюзикл «Колючие новости» Совсем недавно юные артисты показывали его в Санкт-Петербурге Члену жюри международного фестиваля «Музыкальная перспектива» И получили заслуженный приз А еще ребята успели заглянуть в студию компьютерной анимации И сделали свой мультфильм «Смешальки» Смотрим! В огромном здании студии Петербург места хватает всем И опытным художникам, и аниматорам Которые делают только первые шаги в этот увлекательный мир А еще здесь работает смешариковед Алексей Он знает все о нашем любимом мультфильме Такой был мальчик, салаватший хенурок Когда был маленьким, таким, как ты Смотрел мультик, ну погоди Там главные герои кто? Заяц и волк Какой ход это ход у Джерри? Волк и заяц И он все время рисовал зайца и волка И они у него не очень хорошо получались Вот не так, как надо Представляете? И вот он рисовал-рисовал Потом, уже когда стал взрослым дядей Он думал-думал-думал-думал И придумал таких персонажей, которых может нарисовать любой ребенок Это вот были смешарики Ну их же легко рисовать, правильно? Круг, два уха, четыре лапы, зубы Вот это крош Представляете? Сначала смешарики красовались только на фантиках Но зато теперь они повсюду Здесь очень уважительно относятся и к героям других мультфильмов Их коллекционируют Четыре тысячи игрушек Это вам не шутки А еще коридоры украшают необычные картины Рисовать с утра до вечера только кроши или бараши Художникам бывает скучно И тогда им разрешают похулиганить И осмешарить известные полотна А вот в студию звукозаписи нас не пустили Сначала мы, конечно, расстроились Но зато потом встретили Михаила Черника Актера, который озвучивает сразу трех героев Пина, Лосяша и Копатыча Что вам сказать? Привет, чебоксары Вы из Чебоксары? Да Вот это да Никогда там не было Пока мы путешествовали по студии Специалисты уже смонтировали наш мультфильм И нам очень хочется его показать Таша Шоколева, Данила Сергеев Акелбуксер Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ В Чебоксары приедет всероссийский Дед Мороз Из Великого Устюга Так что запомните эту дату 9 декабря Планы у волшебника грандиозны Дать интервью нашим корреспондентам Средиться с чувашким Дедом Морозом И открыть зимний сезон в парке Николаева Но большую часть дня Дед Мороз приведет В торговом центре Мадагаскар Зажжет огни на новогодней елке Откроет новогоднюю ярмарку Приходите, участвуйте в конкурсах Водить хоровод и фотографироваться Только одевайтесь потеплее Рядом с Дедом Морозом холодно Ребята, которые посмотрят наш следующий сюжет Никогда не замерзнут Внимание на экран Русская зима Что может быть прекраснее Живописные картины, веселые забавы И мороз Ух Но ведь всем известно Русские холоды не боятся Или все-таки боятся Мерзнете даже под двумя одеялами? Я тоже Но решение есть Просто отправляйтесь спать с грелкой Ей может быть бутылка, наполненная горячей водой Игрушка или любимый кот Выходить на мороз тоже нужно подготовившись Не бойтесь одеваться как капусты Ведь каждый слой одежды – препятствие Которое не позволяет вашему теплу Улетучиться под воздействием холода Уверена, всем из нас мама хоть раз кричала вслед «Надень шапку!» и правильно делала Без нее зимой на улицу, ни ногой Теперь подумаем о ножках Для них у меня целая коллекция лайфхаков Первый – если ваша обувь протекает, натрите ее свечкой и она станет непромокаемой Второй – стельки-самогревы Приклеиваем эту химическую штуку к носкам и греемся целый день Третий – бесплатный вариант Прогреваем обувь феном перед самым выходом на улицу При хороших швах и цельной подошве тепла хватит надолго Вообще, мысли о холоде у человека появляются именно когда замерзают руки или ноги Чтобы оперативно спасти конечности от холода, помассируй их Многие люди считают, что согреться можно с помощью взрослых напитков Но на самом деле это не так Можно даже еще более замерзнуть несколько раз Согреться можно с помощью термоса с горячим чаем А еще нужно правильно питаться Правильный завтрак – это основа всего То есть каша, орешки, горячий чай – тот же самый Согревать могут и наши легкие, сказал полвека назад биофизик Карл Тринчер Его последователи-энтузиасты выяснили, чтобы согреться, вдыхать нужно медленно И не очень глубоко Это позволит организму быстрее приспособиться к холоду Есть еще один способ Вдыхаем обеими ноздрями, а выдыхаем через одну А еще больше времени проводите среди друзей и близких Обнимайтесь, ведь научно доказано Одинокие люди мерзнут намного чаще Все в ваших руках София Плетнева, Бахтияр Велиев, Акел Буксер А еще, чтобы не замерзнуть, можно громко петь песни Глупости, наоборот Будешь открывать рот, поймаешь холодный воздух и сижинки И тогда точно заболеешь Тот, кто занимается вокалом и играет на духовых инструментах, закален и редко болеет Это я точно знаю И это подтвердят наши гости Одна очень творческая семья В студии Натали, Петр и Рада Романовы Здравствуйте Итак, насколько нам известно Натали, вы пишете стихи, Петр музыку, а Рада исполняет ваше творение Откуда вы берете вдохновение, идеи? Один раз у меня в жизни было так Сплю и звучит музыка Я проснулся, у меня было пьянино Я набрал, на ноты переложил И слова, и музыка сразу одним махом Вот так родилась у меня во сне одна единственная песня Больше во сне я не писал На мои стихи поют 200 с лишним песен чувашские артисты И дети тоже поют Вот как у нас появилась Рада Она нам дала большое вдохновение У нас пошли массовые детские песни Рада, а на каком языке тебе нравится петь больше? На русском Но я очень хочу выучить чувашский язык Она очень старается А какие-то смешные или необычные моменты были на съемках ваших клипов? Вот когда клипы снимаем или на эстраде выступаем Конечно, мы очень хорошо все отрабатываем И лучше бы, конечно, смешных случаев не было Но люди творчества, мы обязательно рассеянные Вот если забываешь там концертный костюм или туфли Вот бывает, кажется, до слез вроде и смешно, и обидно Пока идешь, думаешь, стихи приходят, что-то мелодия И все, и забываешь Раз, что-то забыла, два, забыла Вот смешно только по рассеянности А во сколько лет вы написали свой первый стих? Первый стих я написала в 17 лет про любовь Но тогда я никогда никого и не любила Но почему-то Вот сейчас годами к этому творению возвращаюсь И думаю, вот, как будто это написал 80-летний человек Который всю любовь, всю жизнь свою прочувствовал Почему так они родились, не знаю Потом постепенно я начала писать, писать Но я на чувашской эстраде не пела И во сне в 35 лет мне приснился Николай Угодник-чудотворец Вот он мне сказал Тебе надо петь Я с ним начала спорить Я пишу стихи Я говорю, я очень хорошие стихи пишу Он мне говорит, тебе надо петь Я только раскрыла рот Еще с ним поспорить Он как строго сказал Тебе надо петь Как вы думаете, пение укрепляет здоровье? Я считаю, да Потому что я все-таки С восьмого класса была Кандидат мастера спорта В сборной Чувашии По легкой атлетике Тогда были общества Динамо, Спартак Это дыхалка Вот как она и спортсменам нужна Она так и нужна, конечно, и певцам И вот пение укрепляет И легкие бронхи, я так считаю Рада, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Мне очень нравится петь Но я очень хочу стать пекаром Печь разные тортики Тортики и кексики, чтобы вас угостить На носу зима, декабрь Какие у вашей семьи любимые зимние забавы? Нашей семье повезло, что мы живем рядом с парком Где сейчас построили этнокомплекс Амазония Там зимние забавы, развлечения В разных вариантах И коньки, и горки Нам нравится там всегда отдыхать на выходных Летами, зимой там можно развлекаться Нескучно А вы хоть расстроили горку вместе? В деревне, да Вот мы когда к бабушке ездим У ворот мы в деревне строили В городе еще нет Спасибо, что заглянули в гости Ну а мы переносимся на завод Где производят машины, которые и снег убирают И горки строят На наших комбинезонах написано Четро, Чебоксарский трактор И сегодня мы вам расскажем Что происходит На одном из самых главных заводов Нашего города Сконструировать и собрать таких богатырей Непросто Нужно множество самых разных специалистов Приборов и станков Чтобы трактора работали без сбоев Важно изготовить правильные детали По заданным размерам Измеряют их, конечно, не линейкой А специальной контрольно-измерительной машиной С рубиновым наконечником Все детали, важнейшие детали Проходят именно через нашу комнату Мы даем результат Можно дальше продолжать Этой детали делать или нет Делать – это значит Вырезать деталь из стали Презеровать ее Сверлить в ней разные отверстия И тут на помощь людям Приходят уже другие машины Станки ЧПУ ЧПУ – это аббревиатура Числовое программное управление Другими словами Нажимаешь на кнопки станка И он сам собой работает Вот, например, станок лазерной резки Смотреть на эти искорки опасно Да это и ни к чему Достаточно забрать готовую деталь И отвезти ее дальше Можно, конечно, толкать тележку самим Но этот способ уже давно устарел Многие тележки на заводе автоматические Они похожи на роботы И тоже работают без участия людей Каждый трактор состоит Из более чем 5000 деталей Собирают их вместе На сборочном конвейере Вот тут Двигатель устанавливается на раму Вот эта вся сварная рама Полностью варится на нашем заводе Далее на раму устанавливается силовой корпус Вот силовой корпус Радиатор, пожалуйста, вот радиатор вам Максим еще долго водил нас Вокруг будущего трактора Показывая трансмиссию Бортовые передачи Карданный вал Ну а нам очень хотелось узнать Умеет ли он сам водить трактор Мы собираем трактора И испытываем И ездим Мы все умеем Ездить очень просто Все, в принципе, играючи Все управляется двумя пальцами Волшебный джойстик Находится, конечно, в кабине Представляете? Там даже холодильник есть Может сюда В холодильник Колбаску сложить Пирожки сложить Напиток себе сложить И все у него вот здесь И еще в бардачке Вот тут вот Овощной ящик Так называется Если ему хочется Последнее известие послушать Или же музыку Здесь у нас монтировано Магнитола Магнитола Он, значит, волны ловит И слушает Ему жарко В летнее время Он уже включает Вот, вентилятор Здесь у нас вентилятор В кабине А бывает еще с кондиционером Да в таком тракторе Хоть в Африку Или на Северный полюс Они могут у нас Участвовать и в добыче Полезных расхабаемых Угля, золота, алмазов И эксплуатируются При температуре От минус 50 До плюс 50 градусов По Цельсию У нас даже есть Модификация тракторов Которые работают без кабины Специально для азиатских Жарких стран Есть специальные тракторы У которых широкая гусеница Для того, чтобы могли ездить Практически по болотам Там, где зыбкие почвы И там, где трактор должен проехать И не утонуть На заводе также делается Сельхозяйственная техника Она у нас синего цвета Это именно та гусеничная техника Которая используется Для обработки почв Они пашут, сеют То есть цепляют различное Навесное оборудование И происходит обработка почвы Вот они, красавцы комбайны Даже колесо этого гиганта Больше меня Впечатляет Так же, как и трюки На которые способны Чебоксарские трактора Ульяна Расколова Саша Квасенков Руслан Черяпин Женя Барашкина И Игорь Зверев Акил Бупсер На улице снеговик Снеговиковая жена Снеговиковые дети А мне не до снеговика Не до снеговиковой жены Не до снеговиковых деток Вообще-то Те ведущие говорят Скороговорки До эфира А не во время записи А это по сценарию Я готовлю зрителей К следующему сюжету Тут для тебя Зимняя скороговорка Чтоб все скороговорки Перескороговорить На сцене Команда участники У них и совсем малыши И даже родители Все задания направлены на то Чтобы проверить дикцию Дыхания И сообразительность участников Одно из самых необычных Поющие буквы Попробуйте и вы Заменить все гласные В любимые песенки На одну Например, А А вот конкурс 33 Егорки Мне даже показался опасным Мы старались сосчитать На одном дыхании Как можно больше Егорок Кто-то краснел Кто-то белел Рекорд фестиваля 40 Егорок Это просто фантастика У меня дыхания Не хватало И я досчитала Только до 7 Мне очень жаль Но Все равно И это испытание Мне понравилось Волновались Не только участники Но и члены жюри Судить детей Всегда непросто Хочется всем Поставить хорошие оценки Из-за них Так переживаешь Когда они стоят на сцене И пытаются произнести Все это очень быстро И правильно И вместе с ними Задерживаешь дыхание На одном дыхании Хочется все это сказать Мы оценивали Актерское мастерство И их уверенность И их умение Вести себя на сцене В этом году Больше баллов Набрали родители Сначала мы подумали Что это нечестно Но потом поняли Мама и папа В отличие от нас Не занимаются В медиа-центре И совсем не готовились К соревнованиям Мы совсем не планировали Поведить детей Мы просто выступали В полную силу Не питая никаких надежд На победу И для нас Сама победа Оказалась Неожиданностью Честно говоря И мы были честно говоря рады Хорошая дикция Нужна не только Актерам и телеведущим Она нужна всем людям Ведь так приятно Общаться с человеком С грамотной и четкой речью Анна Матюнина Софья Родионова Акел Бупсер Это все О чем мы успели Вам рассказать Вы всегда можете Посмотреть повтор Наши программы В интернете Желаем всем Новогоднего настроения И только добрых новостей До встречи На национальном телевидении Чуваши До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова